лето и да надеюсь есть у всех еда вода есть еда вода и прочее благо цивилизации да если есть то уже спасибо всевышнему потому что не у всех это есть этого могло бы не быть да поэтому спасибо всевышнего за все что есть и за все даже что хочется тоже можно сказать спасибо потому что если хочется значит а уже жизнь продолжается правильно потому что если не хочется это сложнее если ничего не хочется да то человек такой становится ну ничего мне не хочется все и нет в нем жизненной силы а если хочется то отлично значит как в детстве меня учили в харькове хочется перехочется если хочется и не получается да перехочется ничего страшного что-то другое захочется все а мы сегодня изучаем как раз это было вступление к теме про любовь про любовь мы изучаем про любовь значит книга о человеческих достоинствах мы сейчас изучаем пути праведников архот садитим имена архот это дорожки праведников если дословно пути это драхим это широкие пути да то есть как сказал нам царь сам он баколь драхеха на всех твоих путях широких дорогах дэгу выбирай бога выбирай его да то есть у тебя должен быть намерение двигаться ко всевышнему в у я ашер архотеха и он выпрямит твои дорожки то есть все твои мелкие решения дорожки там и так далее все будут выпрямлены теперь вот мы из изучения мудрости царя соломона постепенно постепенно мы перешли к значит к этой книге да мы к ней дошли через несколько других книг пути праведников эта книга которая изучает особенности разных качеств то есть если раньше мы изучили что такое благодарность что такое радость льет басимха мы учили как жить в радости то теперь мы уже решили так как мы уже благодарны и радостные решили чуть-чуть под регулировать остальные качества с помощью которых мы взаимодействуем со всевышним с миром с собой с людьми и сегодня мы как раз уже третий у нас урок подряд про качество любовь значит мы узнали 7 видов любви которые человеку мешают узнали 7 разных способов как эти виды любви исправить и пришли к самому важному виду любви который является пиком вообще и квинтэссенцией и главным вообще что есть это любовь к всевышнему да потому что если человек прилепляется ко всевышнему в этом и есть как бы конечная цель всех ступеней всех всех ступеней развития человека и служения то есть любовь к богу это пик это высшая как сказать высшая цель и высшая награда одновременно представляете как удобно да что с одной стороны это у тебя цель но с другой стороны ты сразу же идя по пути всевышнего и идя по пути увеличения вот этого качества да ты тут же получаешь награду то есть представляете это как будто бы тебя нанимают на работу говорят смотри ты будешь сейчас работать тяжело но с каждым твоим шагом ты будешь получать все большую награду и тебе будет все легче и ты работаешь у тебя каждый шаг тебе награда и награда награда и награда все больше больше легче легче все это как раз служение всевышнему но в когда мы идем стороны любви а что такое любовь ко всевышнему и почему страх предшествует любви к нему вот давайте сейчас разбираться я буду прямо читать и добавлять чуть от себя комментарии значит что есть любовь ко всевышнему это стремление души когда она сама по себе склоняется к создателю чтобы прилепиться к его высшему свету но это разберемся вообще любовь а слова любовь до любви и так действие есть такое красивое выражение любовь это не слова ли бог это действие значит любовь это действие направленная на соединение с объектом любви я люблю кофе я с кофем уже соединился с утра два раза два раза я полюбил к greed выпил кофе. Сейчас кофе стала частью меня, мы с кофе одно целое. Две чашки кофе я уже с утра выпил. Теперь дальше. Соединяться можно и без любви. Я, например, еще и воду пью. Воду я не сильно люблю. Но пью тоже, да? А любовь это когда ты устремляешься к объекту любви, тебе очень хочется с ним соединиться. Вот тогда это называется любовь. Понятно? Теперь, любовь ко Всевышнему это стремление души соединиться с Создателем Мироздания и прилепиться к его Высшему Свету. И вот эта душа есть источник познания и она чистая и ясна. Оказывается, что вот эта душа, которая есть внутри, которая хочет присоединиться к Высшему Свету, к своему источнику, она и есть часть этого Высшего Света. То есть они с Богом, да, душа и Бог это по сути одно. А кто тогда хочет соединиться, непонятно? И тут он объясняет. Создатель, Творец Мироздания привязывает душу к телу, страсть которого велика, чтобы испытать, пойдет ли она, эта душа, путями Всевышнего. Игра такая. То есть, помните, как в детстве играли в прятки, и человека ставили, ребенка, завязывали ему глаза, и говорили, крутись, 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 там, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Вот то же самое в такую же игру играет Всевышний. Он взял душу, да, часть себя, поместил ее в тело, и поскольку человек облачен в тело, которому Бог предал дух животного, у души, созданной Всевышним, нет сил думать о Создателе. Она смешана со страстями тела. То есть, вот эта вот душа внутри животного, она, животное его тянет все время в разные стороны, а она должна выбрать найти Всевышнего. И все дни, пока человек мал, маленький еще он человек, он не просит и не требует ничего более, чем удовлетворение своих страстей и наслаждений. То есть, у ребенка, у него сигналы его тела, они настолько сильные, что он вообще даже слова такого душа не знает. То есть, он как маленький котенок, маленький там жеребенок, маленький козленок и так далее. Он прыгает, бегает, веселится, кушает, пьет и так далее. Это, он вообще не слышит, что такое душа, Бог, какой вообще. То есть, понятно. Теперь дальше. Это он как раз крутись, крутись, как в игре в прятки. И потом, я иду искать, это когда ему уже наступает 20 лет. Интересно, до 20 лет Всевышний не наказывает человека за его духовные какие-то проблемы. Это как условный срок. С 13 лет он уже обязанный, да, соблюдать заповеди, у него уже интеллект включился. Но с 13 лет до 20 лет подростковый тупой вот этот возраст. Всевышний осознает, я не знаю, родители понимают или нет, насколько у ребенка в это время в голове ну вообще разная тупость. Но Всевышний знает это и по Торе до 20 лет он не наказывает за духовные ошибки. Значит, но с 20 лет уже пора осознать, кто ты, где ты, взять на себя ответственность. Теперь, из-за множества желаний тела есть, пить, наслаждаться в этом мире, который есть мир лжи и обмана и желания скопить богатство, у души нет сил думать о создателе. То есть, первое время, первое время в этом мире, как бы, я думаю, что даже не до 20 лет, мир, это мир лжи. То есть, это просто сумасшедшие, которые придумали, каждый сумасшедший, чем он более сумасшедший, тем он более здесь заметный и активный. Причем, есть сумасшедшие, есть пропаганда сумасшествия, есть, ну, то, что сейчас происходит, там, это просто, ну, это даже не сумасшествие, это уже даже нет у меня слов, когда выигрывает, там, Евровидение, человек, который не знает, кто он, да, вот он неопределившийся, ты кто, не знаю, ты мужчина, не знаю, женщина, не знаю, я неопределившийся. Все, его делают звездой для того, чтобы, другие двадцатилетние, они, чтобы тоже были неопределившиеся, потому что они смотрят, смотри, ему всех лопают, он вроде звезда, значит, это хорошо, быть таким неопределившимся. И пошло следующее поколение неопределившихся, потому что, они не то, чтобы они неопределившиеся, они думают, что правильно быть неопределившимся, поэтому они определились, что они неопределившиеся. Поэтому, вот здесь, эта книга, она называет этот мир, этот мир обмана и лжи, и желание скопить богатство, потому что, по большому счету, он не определившийся, но сколько стоит его выступление, он хорошо определился, и, значит, его можно нанять, если мы захотели бы его пригласить спеть у нас на Ваикре, он бы спел, вообще без вопросов, контракт, значит, и спел бы, и пел бы даже каждый день, я думаю, потому что, как он здесь пишет, что это есть мир лжи и обмана, и желание скопить богатство. И у души божественной вот этой нет сил думать о Создателе. Почему? Потому что оболочка ее тела, которое одеяние животных свойств, то есть тело человека это животное такое, и лживой суетности, а интеллект человека это лживая суетность, то есть он все время, как на Востоке в буддизме называют интеллект человека сумасшедшая обезьяна, которая скачет, и ты ее не можешь остановить, и она скачет сама по себе, и куда-то она все время убегает, и ты все время думаешь, куда же она убегает, как люди, которые страдают обессонницей, лежит человек, у него, это же его голова, говорит, спи, нет, спи, нет, вообще нет, ты даже не можешь заснуть, потом, ладно, хорошо заснул, потом лежит человек, утром проснулся, вставай, нет, вставай, нет, значит, ну как нет, вставай, нет, я еще посплю, кто вообще кем управляет, ну вообще непонятно, теперь, поэтому он и называет, что вот это вот соединение интеллекта и тела, это соединение животного и лживой суетности, но, когда душа почувствует, в чем лишь ее польза, она пожелает покоя от нападений тела, напасти, тут написано, я думаю, что нападений, и будет стремиться к Богу, как больной стремится к врачу, и когда душа вылечится от болезни тела, у нее появится собственный свет и силы, и тут кому-то повезло, кто-то наткнулся на воикра, кто-то другими путями, я в свое время прям пошел в синагогу, и говорю, дайте мне вообще, мне нужен какой-то свет божественный, я что-то не понимаю, что со мной происходит, душа, она все-таки наполнит, находит путь ко Всевышнему, да, и у нее от каждого контакта появляется собственный свет и силы, вот эта душа, она усиливается, и душа наполняется любовью, и эта любовь связана с радостью, то есть вот этот вот момент, который человека делает по-настоящему религиозным, это момент ощущения радости и света, и духовной силы, которую человек получает от урока Торы, от прочтения псалмов, от молитвы, от добрых дел, и когда у него появляется вот эта радость и спокойствие, я помню, как я пришел тогда из синагоги, я пришел в место, где учили Тору, и вот мы сели так, то есть весь этот мир, все куда-то бегают, все какие-то злые, а тут мы сели, и давай разбираться, что написано, как это понять, что Бог от нас хочет, как правильно выполнить заповедь, как молиться, и у меня внутри такое спокойствие наступило, такой свет, думаю, о, вот оно, вот прямо, я почувствовал, что это оно, то есть мне не было интеллектуально тяжело человека убедить, оно не оно, потому что, ну, тут тебе не бинарные, тут тебе какие-то фэнтези, тут тебе фильм, ты сидишь, там Марвел вообще тебя расплющило, и ты смотришь, у тебя мелькает, там вообще все в искусственный интеллект, то есть интеллект очень тяжело убедить, но вот этот вот, если душа почувствовала свет, то тогда, тогда человек действительно начинает двигаться на этот свет, и душа наполнится любовью, и эта любовь связана с радостью, и тогда эта радость изгоняет из сердца приятное телу и наслаждение этого мира. Человек, который, например, он прочувствовал этот, вот обычный человек, как он живет? Он живет, у него есть зависть, которая им двигает, у него есть ощущение недостатка, нехватка, мне не додали, и у него есть тревога и страх, что завтра опять будет хуже, чем сегодня, и ему не будет кушать. Это обычные люди, нерелигиозные, они живут в такой концепции, им все время страшно, они тревожатся, им не хватает, они завидуют. Теперь, чтобы это снять, человеку нужно есть, поэтому ожирение сейчас самая большая проблема, заедать этот стресс, пить алкоголь, пить антидепрессанты и так далее, то есть это как бы обычный мир. Но когда человек присоединяется к источнику чистого света Всевышнего, который дает ему уверенность, радость, спокойствие, он понимает, что Всевышний всем управляет, поэтому нечего завидовать, у каждого свое, он идет своим путем, каждый идет своим путем, то тогда у него, ему не нужно алкоголь, ему не нужно обжирание, ему не нужно. То есть эта радость и свет изгоняет из сердца наслаждение этого мира. И эта радость, она усиливается в сердце человека, и все наслаждения, существующие в этом мире, ничтожны по сравнению с растущей радостью любви ко Всевышнему. То есть это то, что просил царь Давид у Бога, он его просил так, он говорил, Он говорит, одну вещь я просил у Бога, все дни жизни моей, то есть видеть, видеть все время свет, приятный свет Бога, и прогуливаться в его, в его чертогах, переводят такое слово чертоги, значит, в его дворце, тоже нам непонятно, что за дворец, но прогуливаться в его, в Бога пространстве, назовем это так, потому что, когда человек понимает, что мир физический, это проекция мира духовного, и когда человек начинает видеть, не только, вот просто, вот я сейчас смотрю, например, я вижу там, какие-то объекты физического мира, но в реальности я начинаю видеть, как Всевышний со мной взаимодействует, через этот мир, что весь этот мир, это как есть такая классная книга, маска Вселенной, когда за этой маской находится Всевышний, то человек попадает сразу в пространство Всевышнего, то есть не надо куда-то ехать, там, знаете, люди едут куда-то, принимают галлюциноденные какие-то вещества, там, какие-то делают манипуляции, чтобы, что-то, а что вы хотите там найти в этих Бали, в этих там Киптаунах, или каких-то Аяхуясках, что вы ищете-то? Они ищут наполнение пустоты, а Всевышний везде, не надо ехать никуда. Открываешь книжку, путь праведных, все, читаешь, и написано так, что все наслаждения, существующие в этом мире, ничтожны по сравнению с растущей радостью любви ко Всевышнему, и даже радость от собственных детей превращается в ничто по сравнению с наслаждением любящего Всевышнего всем сердцем, то есть приводится как пример радость от детей, что это радость, которую Всевышний прошил в человека, и это как высшая радость, когда даже человек смотрит на котенка маленького, у него возникает радость, а если он видит счастливых своих детей, это самая большая радость. Так вот, когда человек присоединился ко Всевышнему, то это еще сильнее. И пусть человек пребывает в мыслях о том, как исполнить волю Всевышнего, и наделит других духовными благами. О, здесь, тут очень интересная вещь, что когда человек материальные блага хочет, он не хочет делиться. То есть он свое айакуяску купил, сам съел, и все, никому не дал. А когда он присоединился к радости выполнять волю Всевышнего, познавать Всевышнего, а это она бесконечная радость, тебе не нужно ее ни в банк класть, ты ее спрятать не можешь. И тогда ты можешь наделять других духовными благами, прославлять имя Всевышнего, и отдавать всего себя ради любви ко Всевышнему. То есть у тебя ты в этой растворяешься любви ко Всевышнему, и ты становишься ты в потоке, то есть ты становишься выполнятием воли Всевышнего. Вот Дамир желает всем получить дополнительное по миллиону, и стать казначеем Всевышнего, распределяя деньги на цдаку, помогая людям, спасая людей, и ты такой прямо можешь сделать столько добрых дел. Это же какая великая, то есть у тебя и деньги есть, и ты в этом потоке, ты понимаешь, что от Всевышнего а ты казначей. Это бесконечный поток. Вот страх перед Всевышним. А что такое страх? Почему есть вначале страх перед Всевышним, а потом идет любовь? Он объясняет так. Страх это нарушить предписанное в законе. Любовь ко Всевышнему это поступать как Пинкас, который был готов отдать свою жизнь ради Создателя, или как пройтется в Раам, который сказал «Поднимай руку мою ко Всевышнему, Создателю неба и земли, что от нити до ремешка от обуви не возьму от всего твоего». Это в книге Берешит очень есть непонятный момент, который для меня был очень непонятный. Прямо, я помню, замучил всех раввинов, чтобы мне объяснили этот момент. Авраам, про отец Авраам, он по повелению Всевышнего, который его испытывал, идет из Вавилона, где он жил, идет в землю, которую Всевышний сказал «Я покажу тебе». Иди к себе от страны твоей, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. И я тебя, говорит Бог, Эварехеха, я благословлю тебя, у тебя будет благополучие. Я тебя, Эрбеха, я тебя умножу, у тебя будут дети. Я, Агделид Шмеха, я возвеличу твое имя, все будут тебя знать. Всевышний не обманул Авраама, все знают про отца Авраама, весь мир по его учению идет. И Ваэтельных Абраха, я тебе дам силу благословлять, то есть, Бог говорит, я через тебя буду в этом мире благословением. Поэтому говорят, что благословляющий потомков Авраама будет благословлен. И это очень большая, большая такая сила есть, да, в этом, то, что Бог ему сказал. И потом, когда Бог ему все это сказал, он приходит в землю Израиля, и испытание, голод, нечего кушать. Тогда Авраам спускается в Египет, и в Египте фарон забирает Сару, потому что она была дико красивая. Теперь, значит, теперь, в, я чуть-чуть отвечу про благословляю бомбежку газы. есть, Всевышний сказал, что убийцу заберите даже от жертвенника моего. Всевышний сказал, не прощать убийцу. И если есть в газе сидят убийцы, которые, убийцы конкретные, мне вот непонятно, почему на этот аспект никто не обращает внимания. То есть, убийцы зашли, резали детей, резали женщин, убивали, насиловали, захватили заложников, включая маленьких детей. И сейчас эти убийцы, они сидят под землей, как крысы. И для того, чтобы все закончилось, нужно этих убийц, вот конкретных, которые своими руками убивали детей, нужно, чтобы их вытащить из-под земли, отпустить заложников, и все в ту же секунду заканчивается. Почему об этом не говорят? То есть, действительно, сейчас идет война, операция для того, чтобы найти зачинщиков, которые сказали, если мы выйдем из-под земли, мы и дальше будем убивать. Мы убьем там, ну то есть, в этом причина. И сейчас, когда идет полицейская операция, грубо говоря, когда сидят убийцы, маньяки с заложниками, то в этот момент нужно сказать, давайте-ка быстрее закончим с этими убийцами, отойдите от них, всех надо оттуда убрать. И этих убийц с заложниками нужно вытащить и наказать, и все закончится. То есть, в этом лживость этого мира, когда не видят, не видят правду, а смотрят на то, что, а зачем на них нападают, ну как же, потому что они убийцы, сидят с заложниками, нужно освободить заложников, нужно наказать убийц, все, то есть, это как бы очень понятная вещь. Хорошо, друзья, если бы мир вот именно так посмотрел на это, да, и это очень просто, это можно закончить, было бы за там месяц, потому что, те люди, которые убиты, это просто крысы, и сейчас, из-за того, что есть вот такие вот, которые пытаются их защитить, они никакие не мусульмане, вот те, которые сидят под землей, которые поставили под угрозу жизни тысяч людей, десятков, миллионов людей, какие они мусульмане, какую они принесли, хоть радость, хоть одному человеку, какое они принесли добро, никакого добра они не принесли, поэтому, ну, скоро все закончится, этих убийц найдут, уничтожат, заложников освободят, и все закончится. Хорошо, но те, если кто-то будет еще вклиниваться, мы изучаем Тору про любовь, зачем нам сейчас вот эти вот, все злобные комментарии, пишите на злобных сайтах, мы изучаем то, как присоединиться ко Всевышнему, так вот, здесь упоминается следующая история, Авраам, когда он был в Египте, значит, Всевышний отпускает, отпускает, делает так, что фараону снится сон, он понимает, что Авраам пророк, он понимает, что он сделал неправильно, и он, у него начинаются язвы, там, у фараона, и у его помощников всех, и он говорит, Авраама вызывают, говорит, ты пророк, я не знал, мы ничего не трогали, забирай свою жену в Сару, и, значит, вот тебе, и дал ему очень много, как не выкуп, ну, в общем, он ему дал очень много золота, серебра там, рабовую, и Авраам возвращается со всем этим имуществом в землю Израиля. Потом начинается война, приходят, крадут его племянника, вот как раз о ситуации. Война четырех царей, приходят, значит, четыре царя, захватывают город с дом, побеждают пять царей, которые тоже были злобные, значит, и захватывают жителей с дома в заложники, включая племянника Авраама, Лота, и уходят. Авраам со своими учениками, триста восемнадцать человек, он догоняет этих царей, которые пришли с, где-то вот, та плоскость, где Афганистан находится, да, Кардалаомер, там, какие-то у них имена странные, и Авраам побеждает их, и забирает обратно своего племянника, и всех захваченных заложников, и добычу он забирает. Приходит он обратно, и царь из дома, он говорит, забирай себе, говорит, все имущество, но это имущество и так Авраам захватил в войне, но людей отдай мне, отпусти людей. Авраам ему говорит, забирай, говорит, и людей я отпускаю, и имущество забирай, мне от тебя ничего не надо, только десятину я отдам, и он пошел в город, который назывался Шалем, там был царем Шем, сын Ноаха, Малтицедок его звали, и он приносит десятину из всего, что он захватил на войне, приносит десятину, как в храм, подарок Всевышнему, и, значит, отпускает всех. И вот этот вопрос, здесь написано так, что Авраам сказал, мне ничего от тебя не надо, поднимай руку мою ко Всевышнему, Создателю неба и земли, что от нитки до ремешка от обуви не возьму от всего, от всего твоего. Но почему он взял у фараона тогда? Вот это был мой вопрос. Почему Авраам у фараона взял, а у этого не взял? Где-то год я выяснял у всех разных там мудрецов, раввинов, мне этот вопрос очень волновал. Но сейчас давайте идем дальше. И Ильиша был, который не хотел брать ничего у Наомана, когда сын царя Аман, ассирийского царя, военачальник Наоман, он пришел к пророку Ильише, и чтобы он его вылечил от проказа и сказал, я тебе дам любые там дары, то Ильиша у него ничего не взял. То есть здесь написано так, что тот, который уже познал эту любовь ко Всевышнему, который соединился со Всевышним, как Авраам или пророк Ильиша, значит, ему ничего уже не надо. Он настолько наполненный, что ему не нужно никакие имущества, никакие подарки. То есть у него есть все. И вот он здесь пишет, что эта любовь не позволяет отменять занятие Аторой ради наслаждения и забав с детьми, ради прелести женщин и пустых разговоров. И даже человек оставляет пиры и гулянки. То есть когда человек познал, что такое любовь Всевышнего и радость от любви ко Всевышнему, что ему все остальное уже кажется, ну, он не чувствует от всего остального никакой радости. Давайте на этом мы пока остановимся. И, значит, завтра, не завтра, воскресенье мы продолжим. Потому что тут очень важно это такая вещь, потому что это действительно цель и квинтэссенция. Все, дорогие друзья, желаю всем нам любви ко Всевышнему, чтобы мы прочувствовали эту любовь, чтобы мы познали эту любовь, чтобы через эту любовь мы соединились со Всевышним и по этому каналу любви ко Всевышнему получили мудрость, получили все, что нам нужно каждому из нас для того, чтобы пройти этот жизненный путь без ошибок. Главное – мудрость. Потому что от знания Всевышнего приходит мудрость. От мудрости приходит, ты начинаешь видеть этот мир лжи, как молился сын царя Давида, царь Соломон, он молился так. Если царь Давид молился, одно просил у Бога все дни жизни своей, сидеть в доме Бога, наслаждаться светом Всевышнего и путешествовать по его дворцу, то царь Соломон просил другую вещь. Он говорил, две вещи просил у Бога все дни жизни своей. Накорми меня законным хлебом. Законным хлебом и в имуществе золотая середина, чтобы все было по закону, никого не обманывать, чтобы все было законно, и в знании, потому что законы хлеба – это еще и знания. Очень тяжело в мире разобраться, где истина, где истина, где правильно, где неправильно. Поэтому человек, который молится эти две молитвы, как царь Давид, просит у Бога, что одно я просил, все дни жизни быть с тобой, то есть присоединиться к божественному свету, который есть истина, и как царь Соломон, чтобы видеть, где всю вот эту лживость и глупость отдалиться, не стремиться сильно к богатству, но и не быть бедным, а быть золотая середина и наслаждаться божественным светом. Это лучшее, что есть в этом мире. И я желаю это вам. И если вы ответите амень, и также нужно благословляющий будет благословлен. То есть, если вы меня тоже этим благословите, мне больше ничего не надо. То есть, вот эти две молитвы, раз уже царь Давид и царь Соломон это просили, значит, это самое ценное. Все, всем удачи и успехов. До воскресения с Божьей помощью. Шаббат шалом, чтобы было все, хороший шаббат, чтобы был шалом, чтобы наконец-то закончились все войны, чтобы все злодеи были наказаны и чтобы все добрые, хорошие люди смогли спокойно заниматься добрыми, хорошими делами. Работать, сеять, пахать, собирать урожай, любить друг друга, любить своих детей. А злодеи, которые делают, вот делают, их же, этих злодеев, их там 1%, 0-1%, чтобы люди не велись на их вот эти вот призывы, война, давай, это им только надо, людям, простым людям, никому не нужна война, все жили хорошо, до войны все жили хорошо. Я вам скажу, что, ну, ладно, я не буду, я решил про политику, я не говорю тоже, но, это мир, самое главное, до войны жили все хорошо, это факт. Война уносит жизни, уносит, приносит страшные несчастья, в итоге, все возвращается опять к переговорам, политики договорятся, повесят друг другу медали, а сотни тысяч людей умерли, из-за вот этих вот, тех, которые начинают войны, и войны начинают политики. И есть злодеи Хамас, которые начали эту войну, никто их не трогал, в Израиле живут 2 или 3 миллиона мусульман, которые, у них есть 10, этих самых, 10 мест по количеству людей, в парламенте, полностью все, ну вот, они везде, мы с ними в отличных отношениях, все мусульмане живут в Израиле, прекрасно, полная свобода, и те, кто начали войну, вот эту в Газе, это самые злодеи, которые прямо вот, я молю, чтобы Всевышний как можно быстрее, их уничтожил, и закончится война. Все, всем удачи, успехов, и до воскресенья. Счастливо, всего хорошего. Шаббат шалом. Шаббат 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 ш